Доброе утро вам, наши самые ранние телезрители. С вами программа про утро на телеканале ОТВ и мои ее ведущие Полина Толмачева и Денис Светличный. Доброе утро, мои хорошие. 5 октября, среда, ну, середина недели. Независимо ни от чего, я уверен, что после нашей программы ваш день сложится позитивным и очень насыщенным. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. В ближайший час вас ждет масса всего интересного. Наливайте себе чашечку чая или кофе, в зависимости от того, кто что любит. Готовьте вкусный, а самое главное, полезный завтрак. Ну, а мы вам поможем проснуться и взбодриться. И начнем с очень активного сюжета. В спортивной школе Олимпийского резерва «Старый городок» идет интенсивная подготовка к предстоящим стартам. Новые программы, элементы и связки. А главное, огромное желание побороться с сильнейшими спортсменами мира. Сейчас будет соревнование в Башкирии. Там будут уже и Армения, Казахстан, Белоруссия. Мы будем, естественно, сильнейшей командой. Поддержать друзей накануне соревнований приехал известный южноафриканский спортивный журналист, фотограф и общественный деятель Весел Асхейзен. С Россией его связывает многолетняя дружба и любовь к спорту. Это мой девятнадцатый визит в Россию за время более чем тридцати летней дружбы. Моей личной дружбы не только со спортсменами, но и с обычными людьми. У меня накопилось много историй. Поводом для приезда писателя в Москву стала презентация книги «Буры и русские. Личная дружба». Она повествует о более чем столетней истории отношений между африканцами и русскими. В издание также вошли личные рассказы автора о взаимодействии с российскими спортсменами. Впервые я увидел российских спортсменов, российских гимнастов, их команду в 1987 году на международном соревновании. Я увидел команду из Советского Союза. Там была Оксана Амельянчик. Гимнастка, которой очень восхищалась моя дочь Хайди Мари, которая также занималась художественной гимнастикой. В 1994 году Хайди Мари стала чемпионкой Африки. Ее успех во многом обусловлен поддержкой наших гимнасток. Вот и сегодня гость активно интересуется достижением российских спортсменов. «У меня у самого был акробатический клуб. И когда в 2014 году во Франции проходил международный чемпионат по акробатике, русские спортсмены взяли все медали, кроме двух медалей, которые взяли спортсмены из моего клуба, где одним из главных тренеров были русские тренеры из Воронежа». Уже скоро сборная команды России по спортивной акробатике будет бороться за звание лучшей на международных соревнованиях. Спортсмены набрали форму и полны уверенности. «У нас сильнейшая школа в мире, на последнем чемпионате мира, на котором нас допустили. Мы выиграли командные соревнования и все три вида, участвующие в команде, все со старого городка». «Конечно, победу всегда хочется. Мы, в принципе, вполне готовы, поэтому думаю, что будет победа». Ну вот так наших спортсменов высоко оценивают даже в Южноафриканской республике. Знаете, мы провели такую внутреннюю статистику и выяснили, что если мы начинаем нашу программу с какого-нибудь спортивного сюжета, то тем самым заряжаем бодростью наших телезрителей. Так что будем делать это почаще. Но, тем не менее, традиции остаются традициями, и мы продолжаем нашу программу. Сейчас время дат. Что же знаменательного произошло 5 октября? Кто из великих и популярных людей в нашей стране, во всем мире, родился 5 октября? Полин, тебе слово. Сегодня отмечают замечательный праздник, очень известный в нашей стране и далеко за ее пределами. Сегодня отмечают Международный День Учителя. Ежегодно 5 октября свыше 100 государств отмечают эту важную дату. А в нашей стране, к слову, этот праздник стали отмечать с 1994 года. Ну, это не совсем точно. Его начали отмечать 5 октября с 1994 года. До этого его отмечали, и в Советском Союзе его отмечали. Это был очень уважаемый праздник, нужный, необходимый праздник, естественно, для нас, для всех. Просто отмечался он, насколько я помню, по-моему, 2 сентября. Нет, он отмечался в последнее или воскресенье октября, но там с привязкой. Ну, не октября, а сентября это было. Это было в сентябре. Ну, неважно, не будем спорить, в конце концов, это можно выяснить в интернете совершенно спокойно. Но я просто это говорю к тому, что роль учителей в воспитании, в становлении нашего общества, в воспитании поколений переоценить невозможно. Поэтому отношение к учителям всегда у нас было уважительное во все времена, и до Советской эпохи, в Царский период, и после Советской эпохи, в настоящее время. Всех учителей, от всей души поздравляю с праздником. Ваш труд переоценить очень сложно. Ваша работа невероятно нужна, и от вашей работы зависит, ну, если не все, то очень многое в нашей стране и во всем мире. Так что с праздником, мои хорошие. Ну что ж, сейчас утро, еще самое начало дня, и праздник, День Учителя, он в школах только начинается. И сюжет об этом замечательном мероприятии, которое сегодня сейчас стартует, мы вам покажем в новостях на днях. А пока мы можем посмотреть о том, как День Учителя прошел в одной из школ нашего округа в прошлом году. Смотрим. Классные руководители, учителя, воспитатели, директора школ. Они каждый день дают подрастающему поколению знания, мудрые советы и не жалеют своего времени. Педагогов Одинцовского округа поздравили с профессиональным праздником в Успенском доме культуры. Учитель – это не работа, как мы говорим всегда, это служение. Это служение каждой семье, каждому родителю, в конечном итоге каждому ребенку. Потому что надо не просто передать знания, которыми вы обладаете, но передать частичку себя. То есть вы формируете тот фундамент человеческих, эмоциональных качеств, с которыми человек пойдет дальше по жизни. Открывать мир и дарить тепло своей души детям – это призвание. Оксана Борисовна посвятила работе в образовательных учреждениях 25 лет жизни. Осень, золотая пора, и вся страна празднует День Учителя. И сегодня в преддверии Международного Дня Учителя хотела бы поздравить всех своих коллег. И пожелать прежде всего крепкого здоровья и успехов в нашем нелегком труде. Поблагодарил учителей за труд и терпение известный артист, житель нашего округа, отец двух детей-школьников Денис Майданов. В своем видеообращении он выразил признание школьным наставникам. Дорогие наши, с наступающим днем, учителя, вас. Благополучия, добра, сил, гармонии в коллективах. Отличных учеников, внимательных, ответственных родителей. Почетные грамоты, благодарственные письма, поздравления, подарки – все для дорогих педагогов. Каждый из них – профессионал своего дела, подчеркнула почетный гость Лариса Лазутина. Я горжусь, что многие их вас знают. Я горжусь тем, что наши школы, и я по праву их считаю лучшими, потому что в нашем округе самое большое количество наших учебных учреждений, как школ, так и детских садов. И поэтому сегодня от всей души, поверьте, хочу поздравить вас с Днем Учителя. Украшением праздника стал яркий концерт Одинцовских исполнителей и коллективов. Свои выступления они посвятили любимым педагогам. С праздником, наши дорогие учителя! Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Конечно, День Учителя – это сегодня главный праздник, безусловный. В нашей стране он всегда отмечается с размахом. А вот если вам, мои хорошие, интересно, как День Учителя отмечают в других странах, в мире, вы можете это узнать на нашем Телеграм-канале. Для вас будет опубликован специальный пост на эту тему. Как попасть на наш Телеграм-канал, спросите вы. Все очень просто. Вы сейчас видите QR-код на своем телевизоре. Отсканировав его, вы прямиком попадаете на нужную вам страницу в Телеграм-канале. Так что подключайтесь, смотрите, изучайте, а мы продолжаем нашу программу. Ну что, мои хорошие, возвращаемся к Дню Учителя. Не знаю, как вы, я своих учителей помню всех. Помню свою первую учительницу начальных классов. Помню свою классную руководительницу, которая была у нас с четвертого по одиннадцатый класс, Зо Леонидна Куренкова. Валентина Ивановна Савиных, это моя первая учительница, с первого по третий класс была. Вот. К сожалению, ни одной, ни другой уже нету в живых. Они уже нас покинули. Но память о них и я, и мои одноклассники, и все те дети, которых они учили, будут помнить всегда. Это были два замечательных, светлых человека, абсолютные учителя от Бога, что называется. Поэтому, ну, вот я пользуюсь своим, так сказать, служебным положением и вспоминаю об этих двух очаровательных, потрясающих женщинах, больших профессионалках, всегда с удовольствием. Я тоже помню свою классную руководительницу Елену Владимировну Яковлеву. Привет вам, с ней все хорошо. Она здравствует, живет, здравствует, учит детей. Вот. А вообще, мне кажется, что, ну, каждый человек своего школьного педагога, своего, там, классного руководителя или просто какого-то любимого педагога, воспоминания проносит через всю жизнь. А вот о том, насколько хорошо помнят своих учителей и какие это воспоминания жители нашего округа, мы узнали в рубрике «Про опрос». Всем привет, это «Про опрос». День учителя – самый лучший праздник. Я благодарна всем своим учителям за те знания, которые они мне дали. Поэтому давайте в честь праздника узнаем у наших жителей, какие воспоминания о наших учителях. Добрые воспоминания и вообще как-то все время заботился вот о детях. Не было такой, у нас не было вот такой какой-то розни, какой-то там между вот этими ребятами, какой-то там драки не было. Все было нормально. А это кто был? Это был ваш классный руководитель? Да, и классный руководитель, и вообще учителя очень все такие хорошие, добрые были. По русскому литературе Светлана Юрьевна у нас была очень хорошая учитель, добрая, отзывчивая, всегда поможет. Горжусь, что есть учителя, и сейчас они патриоты, вот реально. Ну, молодежь учит то, что в будущем. Это основа всего. Ну, как бы так. А свой учитель у меня, это с первого класса, была Татьяна Михайловна такая. Я ее очень уважаю, потому что она как бы мне дала азы, мне нелегко давала сразу. Ну, благодаря ей дальше больше. Это было очень давно, но классного руководителя я помню. К сожалению, ее уже в живых нету. Ну, так помню, конечно, классного руководителя. А вот чем она вам запомнилась? Какие вот у вас воспоминания приятные? Воспоминания. Чем она вас научила? Воспоминания приятные. Я занимала спортом, гимнатика художественная. Учеба, я ездила в частное соревнование, может, надо было отпрашиваться на сборы всевозможные. Она отпускала с удовольствием. Как бы в этом смысле она мне запомнилась, потому что у меня вот спорт был в основном в моей жизни. Я помню свою первую учительницу. Даже помню, как ее звали, Мария Ивановна ее звали. Училась на Баковке. Там вот это вот еще такое, по-моему, здание осталось такое одноэтажное, кирпичное. А чем она вам запомнилась? Это хорошие воспоминания? Хорошие. А чем она вам запомнилась? Ну, она была очень добрая такая. И хотела, чтобы мы быстрее всему научились. Вот это я очень хорошо помню. Денис, а помнишь, вот когда мы учились в школе, ну, по крайней мере, так было у меня, я думаю, у тебя тоже были такие строго учительские фразы. Например, звонок прозвенел для учителя, оценку вам тоже на двоих поставить. Или скажи всем, всему классу мы все вместе посмеемся. Ну, я думаю, что сейчас будет уместным вспомнить вообще про учителей и посмотреть нарезку из фильмов, в основном советский, конечно, кинематограф, о том, какими были наши учителя. Мне кажется, такими они, в общем-то, и остались. Давайте посмотрим и возвращаемся в студию. И хочу вас предупредить, литературу нужно не учить, а знать. Край света, а не класс. Ни стыда, ни совести. Счастье, это когда тебя понимают. Устали. Точно после битвы Куликовой. Но ничего. Легер ком, легер. На войне, как на войне. Дмитрий Петрович, идите-ка домой, спать. И завтра снова в бой. Нет, нет, у меня, я не пойду, у меня здесь еще дела. Ну, ко дню учителя мы еще вернемся, а пока стоит упомянуть еще о важных праздниках, которым это знаменовано сегодняшний день. А то на нас могут обидеться, вот, например, работники уголовного розыска. А с ними шутки плохи. Почему обидеться? Потому что сегодня профессиональный праздник, день работника уголовного розыска. Ты знаешь, мне кажется, что эти две профессии, работники уголовного розыска и учителя, они незримо связаны между собой. Потому что от работы одних зависит количество работы других. Чем лучше у нас будут учителя, тем меньше работы будет у уголовного розыска. Мне кажется так. Но если серьезно, работа ваша, я сейчас, конечно, к работникам уголовного розыска обращаюсь, не менее важная, еще и к тому же опасная и очень трудная. Так что всех причастных к этому празднику с глубоким уважением поздравляю с праздником. Ну и напоследок о моих любимых забавных праздниках. Сегодня этот праздник, сразу говорю, придумали в США. День яблочной запеканки. Ну, несмотря на то, что праздник родом из США, мне кажется, что в нашей стране он тоже очень актуален. Потому что, ну, я думаю, каждая хозяйка, которая сейчас нас смотрит, баловала своих домашних. Нет, нет, да и баловала шарлоткой. Ты знаешь, чем больше мы с тобой ведем вот эту рубрику, да, про даты, про праздники, тем больше я убеждаюсь в том, что нет такого предмета, который в Америке не послужил поводом для праздника. Да. Понимаешь? У них всего праздник есть. Вот абсолютно все. Удивительные ребята. Ну да ладно, яблоки – дело хорошее, весьма хорошее. У нас, кстати, свои праздники есть, посвященные этому фрукту. А вот сколько полезных витаминов содержат яблоки, какие блюда можно приготовить, какой сорт для какого блюда больше подходит, мы узнаем в нашем следующем сюжете. Магний, фосфор, йод, железо, калий, цинк, витамин А, С и многие другие богатства носят в себе яблоко. И вот сезон этого вкусного и полезного фрукта настал. Так, по крайней мере, считалось с древних времен. Ведь 19 августа – один из главных праздников урожая. С древних времен на Руси яблоки считались символом богатства. Сегодня в Яблочный Спас мы приехали на Денцовский рынок. Расскажем вам про разные сорта этого вкусного плода. В середине августа на рынке можно приобрести такие сорта, как Антоновка, Семиренко, Мельба и Белый налив. Кстати, они здесь самые востребованные. Услада и земляничная, которые приводят из южных регионов России, тоже не отстают в популярности. Эти яблоки отличаются не только по цвету, также отличаются по сочности, по содержанию сахара. Кто-то любит покислее, кто-то любит более сладкие, кто-то любит более сухие. Тем более для каждого кулинарного блюда, будь то шарлотка или яблоки с медом, или смузи, для каждого этого вида рекомендуется определенная сорта яблок. Одно съеденное яблоко заменяет визит к врачу. Но не стоит забывать, что есть сорта, в которых много кислоты. Она может быть противопоказана при некоторых заболеваниях. В таких случаях выход есть. Если приготовить из яблок шарлотку, то фрукт станет диетическим. Для теста понадобится 8 яиц, 400 грамм сахара и 400 грамм муки. 800 грамм яблок, их нужно тонко нарезать и выложить в форму для запекания. Мы будем выкладывать в форму, заливать тестом, которое мы сделали, и будем запекать в печи. Выпекать при 160 градусах в течение 40 минут, а потом увеличить температуру до 180. И оставить на 20 минут для вкусной корочки. Вот у нас получился в итоге такой замечательный пирог. Всем приятного аппетита! Ну что, дорогие мои, вы уже достаете форму для запекания и сдуваете с нее пыль? Или, может быть, у вас она на ней не копится, и вы постоянно готовите какую-то вкусную выпечку? Ну, в общем, я не знаю, как вы, а я сегодня точно приготовлю для своих домашних шарлотку. Единственное, придется потерпеть до вечера, потому что пока мы продолжаем наш эфир и расскажем о том, кто же из известных сегодня родился. Ну, во-первых, сегодня большой праздник у всех киноманов, потому что сегодня родился, причем 158 лет назад родился, в 1864 году, изобретатель кинематографа Луи Жан Люмьер. Это один из братьев Люмьер. Причем именно Луи считается создателем кинематографа, так как еще тогда давно братья поделили между собой обязанности таким образом, что Агюст Люмьер исполнял в основном роль организатора и менеджера, а Луи больше занимался технической частью и как раз вот изобретательством. Поэтому изобрел кинематограф, можно сказать, именно Луи. Но их первые фильмы вышли еще в позапрошлом веке, хотя, в общем-то, по сегодняшним меркам, да и по меркам прошлого века это нельзя было назвать фильмами, это такие были видеозарисовки. Вот. И первой, конечно же, всемирно известной такой видеозарисовкой было прибытие поезда. Вот. И, ну, давайте посмотрим сюжет на эту тему. Не сюжет, а, собственно говоря, сам фильм. Да, вот то самое видео, которое сняли братья Люмьер. И продолжим нашу программу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие наши киноманы! А еще больше узнать о братьях Люмьер и о том, как же зарождалось это чудо, кинематограф, вы можете в нашем телеграм-канале, вот по этой вот ссылочке. Переходите, вуаля, и попадаете на пост о кино. Ну что, вот так все начиналось, я имею в виду съемки прибытия поезда братьями Люмьер. Но не только. Один из братьев родился 5 октября. Также сегодня день рождения отмечает советская и российская актрисы, театр и кино. Потрясающая королева, примадонна просто, Инна Чурикова. А еще сегодня родился народный артист России, режиссер, педагог Александр Михайлов. Инна Михайловна, Александр Яковлевич, от души вас поздравляем. Ну что ж, а мы идем дальше. И пора, я считаю, вернуться к Дню Учителя. Ну, сотрудников уголовного розыска мы сегодня дергать не стали. Уж работа у них достаточно сложная и тяжелая, и напряженная. Вот. А без учителя в этот день, конечно, решили не обходиться. Поэтому в нашей рубрике «Гость в студии» сегодня, конечно же, учитель. Сегодня у нас в гостях замечательный педагог, учитель начальных классов Одинцовского лицея номер 6, победитель областного этапа конкурса «Педагог года-2022» и просто очаровательная женщина Елена Насонова. Елена Юрьевна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Елена Юрьевна. Здравствуйте. Юрьевна, ну, во-первых, с праздником, с вашим профессиональным праздником. Во-вторых, спасибо, что в этот день вы сегодня у нас в студии, что вы к нам пришли в свой праздник, в свой рабочий день. Вас там детки ждут, тем более вы учительница начальных классов. Это значит, что они вас ждут каждый день с понедельника, там, по пятницу. Пятидневка же у вас, да? Да, вторая мама просто. Нет, ну, что такое учитель для любого человека, конечно, ну, мы даже говорить об этом не будем, это всем понятно, прекрасно понятно. Мы уже сегодня вспоминали своих учителей с Полиной и начальных классов учительницу, я вспомнил свою любимую. У меня к вам первый вопрос. Ну, конечно, профессия ваша, ну, сказать, что она нужная, необходимая, ничего не сказать. Великий подвиг вы совершаете, конечно, воспитываете, следующее поколение. Мы уже говорили как-то с Полиной о том, что вообще от вашей работы зависит будущее нашей страны. Вот я не побоюсь такой громкой фразы, но это действительно так. У меня вопрос к вам. Вы когда решили стать учителем? Для вас это призвание или как-то, ну, так случилось, и это стало вашей профессией, и уже потом это превратилось в призвание? Потому что работа учителя, конечно, в первую очередь это призвание, естественно. Как у вас случилось это все? Вы знаете, когда я училась в школе, особенно старшие классы, я была, как сейчас говорят, заводила, да, комсомолец такой заводил. Если надо куда-то кого-то послать, то я первая везде. И когда заканчивали 10 класс, то в нашей школе проходила такая профориентация, где приглашались наши родители, и администрация школы учителя, которые работали в наших классах, советовали родителям, кем они видели нас. Вот не родитель, да, своего ребенка, а вот они советовали. И классный руководитель посоветовали моим родителям, а не захотел ли бы ваша дочь пойти в педагогический? Для меня это было очень интересно, неожиданно. И я посоветовала, потому что это же посоветовал классный руководитель. Мы же верили своему классному руководителю, как вы сказали, второй маме. И мы с подругами собрались и пошли, поступили, закончили. Сначала поступили в педагогическое московское училище номер 9. Зачем? Просто повышали свою квалификацию в институте, на курсах, переподготовках и так далее. То есть учитель – это тот человек, который вечно учится. На одном месте стоять нельзя. Приходят новые поколения, новые дети. Ну и, возвращаясь к моему выбору, закончили, получили профессиональное образование, пришли работать, молодые, красивые, счастливые. Мы вот так и работаем до сих пор, молодые, красивые, счастливые. Никогда не жалели о таком решении? Потому что, из ваших слов, я так понимаю, что все-таки это не было такой мечтой всей вашей жизни. Все-таки послушали совета. Не жалели о том, что не приняли другое решение, может быть? Вы знаете, можно об этом порассуждать, но если взять по большому, по крупному – нет. Не жалели. Да, нет. Елена Юрьевна, скажите, а вот как вообще начиналась ваша педагогическая деятельность? Вы такой молодой девочкой пришли, а тут дети. Было страшно вообще с начала? Ну как так? Да, было не так и страшновато. Во-первых, родители, они же хотят сразу отдать ребенка к опытному преподавателю с опытом. А тут молоденькая, такая хорошенькая, такая. А что будет с детьми? Какое надоест вам образование? И мне в то время казалось, что меня дети должны слушаться. Вот что я скажу, как я выйду к доске, все, вот прям беспрекословно. Но, естественно, оказалось не так. И вот надо было набраться опыта, но мне повезло. Вы знаете, наверное, если я скажу в то время, может быть, неправильно, но меня окружили опытные педагоги, наставники мои, даже те учителя, которые учили меня. Потому что я пришла работать в среднюю школу номер три, которую я и заканчивала. И там были учителя, которые учили меня еще ученицей. И вот они меня окружили теплотой, заботой и стали передавать свои опыты. Как правильно поступить? Как правильно объяснить? Как правильно подойти к тому или иному выбору? Вы знаете, вы сейчас сказали, я вспомнил слова своей классной руководительницы, Зу Леонидовны, когда мы с ней уже после окончания школы встречались каждый год. Потом реже стали встречаться. Разговор не об этом. Она сказала, что я когда пришла в школу, я такая строгая была. Вот так вот все было. Она педагог русского языка и литературы. И вот с каждым годом вот это уходило, а приходила действительно мудрость и желание взаимодействовать с детьми уже. И уже быть совершенно другой. Она говорит, вы не представляете, вы бы меня все ненавидели, если бы вы у меня учились в первом моем выпуске. А мы уж у нее там какие-то, я не знаю, десятые, может быть, были. Елена Юрьевна, скажите, а какой у вас сейчас педагогический стаж? Сейчас педагогический стаж, если общий 36 лет. 36 лет. Это очень серьезно. Это если, подождите, если 36 лет, а вы учительница младших классов, начальных классов, да, то есть с первого по третий, сейчас по четвертый получается. Да. Это сколько вы уже выпусков выпустили? Ну, вы знаете, я, наверное, восемь. Вот так полных. Если не взять декретный, да, вот это. Потому что, когда в первый декретный выпуск я уходила, там ходил стаж, второй декретный вроде бы уже нет. Но если так взять, то восемь выпусков. Ученики приходят, что ли, к вам? Приходят с удовольствием. Гордитесь? Да, да. Это является вот частью, ну, скажем так, оплаты, не в финансовом смысле, да, а вот в каком-то моральном, для вас, вашей работы? Вот, наверное, я и отвечу на тот вопрос, ожилеете ли вы, да, и вот, наверное, когда приходят эти дети, которые уже повзрослевшие, которые институты закончили, работают, их дети пошли в первый класс, и когда они приходят и начинают вспоминать, как у нас все было, как, Елена Георгиевна, помните, вы нам рассказывали, а помните, вы нам говорили, конечно, я машу головой, что я помню, и говорю, боже мой, вот я вот этим детям оставила добрый след в жизни, как первый учитель. Вот, действительно, как первый учитель. А сколько уже вот поколений, вот у вас было, допустим, ну, преемственность поколений вот ваших учеников? Своих детей приводят? Которые приводят своих, а может быть, эти уже своих детей? Ну, нет, нет, пока только... Два поколения, да? Да, да, да. Не слову же Дениса Александровича уже, да. За 36 лет я подумал, ну почему? Можно родить было там, не знаю, в 18, в 18, в 18, в 36, да. Они у меня серьезные дети, сначала работают. А потом дети. Денис Ильин, скажите, вот за такой долгий педагогический стаж, вот опять вспоминая вас, юную, когда вы только приступили к работе, в чем, что сейчас годами вы поняли, в чем вы изменились? Ну, вот я имею в виду, что вот вы пришли и были там, допустим, сначала строгой такой, принципиальной, а потом смягчились с возрастом. Или как вообще ваше... вы как педагог трансформировались, получая именно вот этот опыт? Не мягче, наверное, а понимать, да, понимать, что ребенок пришел к тебе с какой-то надеждой, чтобы эта надежда не пропала. Ребенок пришел к тебе с праздником первого портфеля, первого сентября, да, и чтобы этот праздник тоже не пропал, вот чтобы он шел, бежал. И вы знаете, как мне приятно, когда родители мне говорят, Елена Юрьевна, они в школу хотят идти. То есть если, да, вот там мои знакомые где-то, ребенок в школу не хочет идти, а мне делают такой комплимент, что ко мне дети хотят идти в школу. Если какая-то проблема, там заболел ребенок, там горлышко, два дня, и все, я хочу маму в школу. На каникулах мама, когда закончится каникул, я хочу в школу. Вы знаете, сказать, что я какая-то мягкая, нет, то есть я и строго могу спросить, но я всегда на стороне ребенка. И если я понимаю, что он, ну, выходит из рамки такой, сам не понимаю, ведь дети, они же открытые, их порой куда-то, как я все время говорю, понесет, надо вовремя остановить, чтобы заноса не было. И тогда мы находим такой момент, что мы с ним поговорим, я ему объясню. Ну, и не вот как только, как ты так смеешь что-то делать, ты с кем разговариваешь, с учителем, а всегда так подойди ко мне, давай мы с тобой поговорим. Я сейчас не как Елена Ютлина говорю, я сейчас разговариваю с тобой, либо как мамы, либо скажу, даже порой как врач, мне надо с ребенком переговорить, потому что он прививок боится. И поэтому он там вообще весь класс идет, а он, ну, просто у ребенка, да, да, и медсестра уже рукой машет, а там, ну, что с ним делать. А я понимаю, что, ну, надо ребенку сделать. И вот садимся, разговариваем. Ну, и, наверное, и ласка, и убеждение, все играет роль того, что вот, наверное, так все получается. Елена Юрьевна, ну, вот вы сказали, что у вас 36 лет стаж педагогической деятельности. Это значит, что вы начали свою педагогическую деятельность еще в Советском Союзе, да? Ну, там уже под закат, скажем так, Советского Союза существования, но тем не менее. То есть вы застали образовательную программу того времени, вы застали образовательную программу как бы вот такого перестроечного времени, назовем его так. Я не имею в виду перестройку, которая была во времена Горбачева, а именно когда перестраивалась система образования, да, и вы сейчас работаете. Вот очень много споров ходит, да, по поводу новой системы образования, старой системы образования. Вот вы как профессионал, как вы считаете, когда лучше была система образования тогда или сейчас? Или же, если бы вам не вполне корректно на этот вопрос отвечать, то тогда, может быть, просто скажите, что было тогда хорошо, а что сейчас хорошо? Что было тогда плохо, а что сейчас не очень, скажем так, как-то в правильном направлении движется? Сложный вопрос, я понимаю, сложный. Сложный вопрос, сложный, потому что всему свое время было. Даже если я сравню детей того времени, когда только пришла работать или когда мы заканчивали учиться, и сейчас, ну, наверное, большой перерыв прошел вот в развитии. К чему стремился 100 поколений, да, к чему стремится это. Здесь, ну, и наше образование, оно тоже куда-то стремится. Ему хочется дать самое лучшее в школе. Порой это не всегда получается, потому что часто меняется, вот часто меняется. Мы уже учителя с опытом, мы знаем, что надо дать ребенку, да. А вот кто приходит, девочки молоденькие, работать, они порой хватают вот за эти новые, может, я неправильно скажу, новые позиции. И потом получается, там прореха, там прореха. И все это сказывается, конечно, на, в первую очередь, на ребенке. А в то время, когда мы начинали, было помедленней, поусидчивей. Но, может быть, не такой интересный материал, как сейчас. Вот я говорю, вот время, да, вот эпоха. Ну, вот смотрите, что я имею в виду, когда задаю такой вопрос. Вы не первая учительница, которая к нам приходит. Мне всегда очень интересно с учителями общаться, потому что я сам отец двух дочек, которые одна уже отучилась, вторая в самом середине пути находится, в самой середине. Вот, и вот я помню свое детство. Для нас учитель был, ну, если не бог, то вот что-то такое неприкасаемое, абсолютная величина. Даже самые отъявленные хулиганы в школе никогда себе не позволяли. Грубое слово, в адрес учителя, какого-то неуместного жеста. Если учитель мог взять за шкирку вот так вот какого-то там хулигана тряхануть, это было нормально. И все прекрасно понимали, что учитель прав в этой ситуации. Сейчас ситуация кардинально, на мой взгляд, изменилась. У учителей, на мой взгляд, отобрали, ну, скажем так, много возможностей, полномочий и возможностей как-то взаимодействовать с учениками и как-то влиять на них. А ученикам, а что самое главное, родителям эти полномочия перекинули. И мне кажется, это не очень правильно. Вот, ну, просто то, что я вижу со стороны. Это вот, ну, первый вопрос, скажем так, согласен с этим или нет. А второй вопрос, как раз он из первой выходит. А вот эта активность родителей, участие их в образовательном процессе, вот такой, благодаря вот этим социальным сетям, этим группам в разных мессенджерах, да, оно вам не мешает? Мне лично оно кажется настолько навязчивым и настолько вообще ненужным. Сейчас каждый, я сейчас поясню, сейчас каждый родитель считает, что он лучше знает, что надо учить у детей, да. Вот как вы к этому относитесь, ко всему? Отрицательно, да, вот это если мы берем в плане обсуждения в родительских чатах, что она сказала, что она сделала. Самое отрицательное, это когда и ребенок слышат. Но когда-то перевели образование, может быть, этого не хотели, но оно вдруг на слуху стало говориться, что мы сфера услуг, что мы услуги даем. И вот как только вот это пошло, да, вот они услуги выдают. Если раньше у нас было воспитание, если раньше мы могли, как и правильно сказали, наставники, что родители действительно советовались взять мою маму, да и чтобы я дома сказала, да, там, Лена, почему там у тебя, чтобы я сказала, что это учительница в инопаркте? Да, да, да. Мы-то могли такое себе позволить сказать, но тогда родители дали бы такого ремня. А сейчас это все естественный процесс. Ну вот, вы знаете, наверное, не скажу, что это счастье, но это специфика моей работы начальной школы, что там еще и ребеночек такой, как цветочек, вот его посадили, и вот ухаживаешь, и вот он видит добро, да, вот сейчас стали в школах вести разговоры о важном. И вот когда ведешь, вот уже третий, третий час пошел урок, потому что по понедельник ведет, как они слушают, как они внимательно внимают этому. Первая была, это Россия и наша страна урок. Казалось бы, естественная тема, но как они внимательно слушают, как они участвуют, да, о том, когда мы рассказываем про свою страну. Следующая тема была мечтать летать про Циолковского. Тоже столько много детей, все знают. Вы знаете, они благодатные маленькие. Потом, да, потом начинается вот взросление, трудный возраст, родители чем-то недовольны, недовольны одним, недовольны другим. А когда это еще в сетях начинают обсуждать, это уже удваивается, вот это недовольство. Это стадное чувство, они начинают обрастать просто как смерть. Что от того, как учитель вообще преподает, не только свой предмет, а вообще взаимодействует с ребенком, зависит и патриотическое воспитание в том числе. Ну, я отталкиваюсь от своего, да, вот опять опыта. Многого не даю, даю то, что надо. Я боюсь, что родитель может это не понять. Мое отношение, как я детям рассказываю про Великую Отечественную войну. А я говорю о том, что наша страна, наверное, нет ни одной страны в мире, сколько войн пережила вот только наша родная страна. И они вот начинают искать материал, дети. Они подыскивают материал о героях, да, о событиях. Вот сейчас поедем в парк Патриот, Дорога памяти. Говорят, что это для четверых, у меня сейчас четвертый класс, что это тяжелая экскурсия. А они хотят ехать, потому что они очень многое уже знают. Благодаря вам. Да, да. И поэтому, знаете, и гимн они поют. Вот опять возвращаясь, разговор о важном. Мы же каждый урок начинаем с прослушивания гимна по понедельникам. Это вот нововведение с этого года. И вот, вы знаете, я хочу сказать, я опять не отталкиваюсь от старших классов. Вот беря наше подрастающее поколение, которое с 7 лет приходит, как они стоят, поют этот гимн? Это надо прийти, заснять. Для них это важно? Да. И они серьезно. Вы знаете, нет рук в кармане, нет там усмешек, что вот как ты поешь, а я вот только рот открываю. То есть они это делают естественно. И поэтому вот, может быть, мы попадаем вот в это, да? Да, ребятки постарше у них немножечко такое отношение. Это в силу любви. Другом, да. Конечно, конечно. А вот эти, которые еще вот такие естественные, правдивые лица, еще, наверное, не умеющие лукавить, вот так по-большому. И вот видишь вот эту чистоту и вот это, что это надо. Елена Юрьевна, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что у вас сейчас четвертый уже класс. Соответственно, последний. Ну, вопрос, на самом деле, двойной. Первый вопрос. Это как вообще, щемит ли сердце, когда вы их отпускаете, когда вы с ними расстаете, потому что 4 года вы для них были второй мамой. И потом, когда к вам приходит новый класс, волнуетесь ли вы перед встречей какой-то это новые дети? Как вообще происходит вот эта замена? Потому что у меня тоже двое детей. Я вот не представляю, чтобы у меня моих забрали, других дали. А у вас же все равно есть какой-то этот момент. Вы же 4 года их мама, а потом приходят новые дети. И вы новым детям мама. Как вообще это? Да, это очень-очень тяжелый процесс, потому что 4 года. Первый класс маленький, капризный, ничего так толком не умеющий. Второй класс ты уже видишь, вот, вот, это твое, ты их уже учишь. Третий, четвертый, это, ну, вот просто, вот вы знаете, если, наверное, каждый бы учитель так говорил, вот ты все в них вложила. Елена Юрьевна, ты молодец. И вот когда ты выпускаешь их, это очень тяжело. Набирать новых тревожно. Наверное, не секрет будет, что после четвертого мы как-то не особо любим первый. Потому что это... Ну, все сначала, это все откатывается снова. И ты, мало того, что ты берешь маленьких, каких еще не изведано, каких тебе придут, но и тебе кажется, что ты все забыл, что ты ничего не умеешь. Все забыл. Да, после умножения многозначных чисел, деления, после там всяких таких диктантов, развития речи, изложения, которые мы умеем уже делать, и вдруг приходят ребятишки, а что же с ними делать, думаешь ты? Все как первый раз. Да, все как первый раз. Волнуйтесь всегда, каждый раз, да. Очень, очень волнуемся. Лена Юрьевна, скажите, а что вообще для вас сложного в этой профессии? Терпение. Да, вот такое, чтобы было набраться именно терпения. И потом, чтобы, ну, наверное, перегорания не было. Как говорится, вот, да, все мы проходим через учителей. Но только единицы из нас потом становятся педагогами. Поэтому понять это очень сложно. И, конечно же, есть и обиды на учителей, и какое-то неправильное, может быть, восприятие педагогической деятельности или взаимодействие именно с тобой. Тебе кажется, других любят, меня не любят, там что-то. Ну, все мы через это проходили. Вы тот счастливчик, а может быть, в кавычках счастливчик, который побывал и по обе стороны баррикад. Не случалось ли в вашем уже профессиональной деятельности вот такое, что вы там вспоминали свое детство и думали, «Господи, как же я тогда была неправа». Или наоборот, я была права, и учитель уже в моем лице так никогда не поступит. Случались такие у вас вот столкновения себя самой, с собой самой? Нет, в таком плане нет. Никогда? Нет. То есть вы и в школе когда учились? Я тот счастливчик, когда все в гармонии. Все было в гармонии. И сейчас, да, у вас все в гармонии. Конечно, бывает, да. Бывает такое, что где-то грызешь себя, где-то что-то, сама с собой разговариваешь, особенно после райских собраний, полночи не спишь, а так ли ты сказала, а так ли ты сделала. Но это сейчас, да. Но в то время, когда вот и была ученицей, там, школьницей, нет, настолько все вот гармония, счастье, да. А какой был самый любимый предмет? Самый любимый предмет был математика. Вы знаете, потому что классный руководитель был математики. И вот настолько она, может быть, я не математик, не технический, там, вот так прямо скажу, что я прямо математику сейчас решу. Но вот то, как она объясняла, да, как преподавала. Это очень важно. О том, что я приходила домой, открывала учебник, я прям с лету все это делала. Естественно, получали удовольствие от того, что вы можете. Получается, примеры решаются, циферки сходятся. Да, это очень важно. Действительно, от педагога зависит 99% восприятия программы, информации, которую она доносит. Я вот всегда говорил, что учителя нужно, как в космонавты набирать, лучших из лучших, проводя всевозможные тесты на психологическую совместимость, на физическую выносливость, на стрессоустойчивость. И даже в центрифуге вас можно покрутить, потому что я представляю, когда 30 человек начинают рать в классе, вот так вот бегать по кругу, мне кажется, центрифуга в центре подготовки космонавтов покажется детским садом. Но время не безграничено нашей программы, и поэтому... Да, и вас в такой день привлекать, да, у вас праздник. Да, и вас не будем передерживать, так сказать. Но мы пока вас не отпускаем. У нас такая традиция, в конце каждого интервью мы нашим гостям задаем блиц-опрос. Пять-шесть вопросов на такие общие темы, на которые нужно просто быстро и достаточно односложно отвечать. Ну, они и предполагают эти вопросы, такой достаточно односложный ответ. Вы готовы? Попробуем. Давайте попробуем. С чего начинается ваше утро? С завтрака. С завтрака. Ну что, хороший ответ. Да. Каким вы себе представляете свой идеальный вечер? Спокойный. Спокойный. Но в одиночестве или в компании все-таки? В одиночестве не получится однозначно. А хотелось бы. А нет, я какой бы представитель, каким вы представляете, если бы была возможность. Вечер мечты. Вечер мечты. Нет, эгоистично сказать в одиночестве. Пусть в компании. Ну, хочется в одиночестве, да? Тут не надо быть эгоистичным, надо отвечать как есть. Вот как хочется. Иногда хочется побыть в одиночестве. Ладно. Ваша любимая книга? Моя любимая книга, сейчас если вот так прям блиц-опрос, то это Скарлетт, наверное. Я все время повторяю ее слова. Об этом я подумаю завтра. Хорошо. А фильм? Мой любимый фильм, если опять блиц-опроса так быстро, «Весна на Заречной улице». Не знаю, почему. Ой, обожаю. Это и мой один из любимых точно фильмов. Да, да, да. Ну, он про учителей тоже, собственно говоря. Скажите мне, ваш самый большой недостаток, вот по вашему мнению, субъективному? Может, другие не считают его недостатком, а вот вы считаете в себе его как недостатком? Уступчивость. Уступчивость. А достоинство? Достоинство. Умение, даже в трудной ситуации, обойти с другой стороны, подойти к ней с другой стороны, и она уже не такая трудная. Гипкость такая, да? Очень полезная качество. Гипкость восприятия. Да. Хорошо. Скажите, а вы бы хотели дружить с таким человеком, как вы? Да. А жить с ним? Да. Хорошо. Редкий, кстати, ответ. Обычно говорят, дружить хочу, жить ни в коем случае. Нет, хочу. Ну и два последних вопроса, они такие имеют философский характер. Первый вопрос. Если бы была возможность такая гипотетическая, поговорить с самим собой, 18-летним, с самой собой, 18-летней, что бы вы сказали сами себе? 18 лет, я бы себе сказала. У тебя все получится. Да, Лена, у тебя все получится. То есть у вас все получилось, исходя из того, что вы бы себе сказали сами сейчас вот в своем возрасте, да? То есть у вас все получилось, как вы хотели. Опять, не берем, да, Вселенные, космические масштабы. Нет, ни в коем случае. А берем масштаб одного, да. Только земное. Одного человека, одной личности. Хорошо, ну и финальный вопрос. Ряд же, если бы была такая фантастическая возможность поговорить, пообщаться с любым человеком, который когда-либо жил на Земле, или когда, или живет сейчас, по сей день, здравствует, и как бы, дай бог ему, как говорится, долгих лет, кто бы был этот человек? С кем бы вы хотели пообщаться? Ну, тяжелый такой для БЛИЦ вопроса. А, вот напоследок оставляем, да. Потому что много людей было, да, и будет в моей жизни, с которыми хочется общаться. Вы знаете, я услышала такую фразу, которую я долго не понимала. Это счастье человека, общаться с тем, с кем ты хочешь. Я изначально не понимала, потом поняла, что вот действительно счастье, общаться с тем, с кем ты хочешь. И вот сказать, ответить на ваш вопрос, с кем ты, может быть, с первым учителем. Вот мы сейчас затронули тему, да, педагогики, образования. Может быть, с классным руководителем, который очень много. А из кем-нибудь из известных личностей не хотелось бы? А из известных? Нет. Я вот так как-то... Мы скажем, неинтересно. Вы знаете, то, что, как говорят, ближе к телу, да, вот да. Потому что вот, наверное, в том мире, может быть, я хочу сказать, там, я хочу, как некоторые дети говорят, поговорить с Владимиром Владимировичем Путиным, да? Почему бы и нет? Не пришел бы частый ответ на этот вопрос, но случались ответы. Да, уже такие. Хочу поговорить с президентом. Да. Хорошо, Елена Юрьевна, еще раз с праздником вас. Спасибо. Большое спасибо, что пришли к нам. И еще раз повторю, и не устану это повторять, ваша работа, то, что вы делаете, от того, что вы делаете, зависит будущее всех нас, нашей страны. Поэтому низкий вам поклон за вашу работу и за вашу деятельность. И долгих вам лет жизни, и профессиональных успехов, конечно же, потому что в вашей профессии, если не будет профессиональных успехов, опять же, будет все очень плохо у нас, в первую очередь, с вами. Поэтому, конечно, не устанем вам желать профессиональных успехов. Ну и всего вам хорошего. Всегда ждем у нас в студии вас. Приходите, всегда с вами интересно разговаривать. Не знаю, можно сделать даже так, чтобы как-нибудь с учениками с вами придете. Пообщаемся. Мы вас всегда будем рады видеть. Спасибо вам еще раз, что нашли время. Спасибо большое. Спасибо. Ну что, еще раз всех поздравляю с Днем Учителя, потому что мне кажется, что это праздник наш общий. У всех у нас были учителя, и сегодня не грех взять сейчас телефон, набрать номер своего учителя и поздравить его с праздником. Сделайте так. При этом не переключайтесь. Через несколько секунд мы ждем с Полиной вас в студии. Ну что ж, отличная гостья, насыщенный эфир, хорошее настроение. Не знаю, как у вас, но я очень надеюсь, что именно так. Но пора от интересного переходить к полезному. И не только к полезному, но и очень информативному. Ну а предлагаю наш блог сегодня полезных рубрик открывать рубрикой про здоровье. Доброе утро, уважаемые телезрители. И с вами я, Юлия Крюкова, в рубрике про здоровье. Сегодня хочу поделиться с вами любимым рецептом. Многие из вас по утрам пьют смузи, молочные коктейли или просто сок. Для того, чтобы утро стало бодрым и веселым, я рекомендую использовать ледяные кубики с эфирными маслами. Добавлять их стоит сок либо смузи, который вы приготовите с утра. Как их можно приготовить? Берете форму для заморозки льда, наливаете питьевую воду и в каждую ячейку капаете по одной капле. Это может быть мята, лайм, лимон, апельсин. Это должны быть эфирные масла терапевтического качества, которые можно использовать вовнутрь. Далее вы замораживаете свою форму. И когда форма уже замерзла, представим, что это именно те самые замерзшие кубики. Вы достаете их и используете по назначению, добавляя в каждый из стаканов вкусного и полезного напитка. Я желаю вам доброго, полезного и замечательного утра. Думая о здоровом теле, не забываем о красивом его оформлении. Милые дамы, помните, что мы-то любим ушами, а сильный пол любит глазами. Поэтому ухаживайте за собой, любите и любуйтесь собой, и всегда чувствуйте себя королевами. Ну а несколько практических советов на эту тему вам даст Ксюша Антонова в рубрике «Про бьюти». Всем привет! С вами я, Ксюша Антонова. И вы смотрите «Про бьюти». Наша сегодняшняя тема – декольте. Многие знают, как сделать идеальный макияж лица. Но как сделать хороший макияж декольте, давайте разберем сегодня эту тему. У меня в гостях звездный визажист Анна Киселева. Аня, привет! Привет, Ксюша! Перед тобой тот самый случай, когда нужно оформить прекрасное, красивое декольте. Покажи, пожалуйста. Так, помогай мне. Держи, пожалуйста. Да, на самом деле, очень часто девочки, они просто забывают о том, что нужно правильно оформить зону декольте, потому что это 50% успеха. Мы берем тональный крем и наносим тон на зону декольте, чтобы выровнять тон кожи, чтобы не было видно всяких мелких веночек, и сделать однородный слой кожи такой. Нанесли, и обязательно для сияния, для того, чтобы у нас все сияло и блестело вечером, особенно ты сегодня в таком потрясающем платье, нужно сделать хайлайтер. Берем и наносим на ключице сияшечку такую. У нас получается очень красиво, Ксюшка, ты сегодня просто будешь блистать. Вот так. Аня, спасибо тебе большое за твои бьюти-советы, за шикарное декольте. На сегодня это все. Вы смотрели про бьюти с Ксюшей Антоновой. Желаю вам приятного дня. Ну что ж, друзья, а у нас для вас небольшой сюрприз. В программе про утро мы ввели новую интереснейшую рубрику, называется она про искусство. Так скажем, доступно и понятно о высоком. Ну а вести эту рубрику будет художник, архитектор, дизайнер, продюсер, режиссер, телеведущий. Но самое главное, что это главный редактор, новый главный редактор телеканала ОТВ. Нет, это не самое главное. Самое главное, что это мой хороший друг Илья Рыков. Мы обязательно в ближайшем будущем пригласим его к нам в студию. Ну а пока его авторская рубрика про искусство. Девочка с персиками. Кто не знает эту картину? Именно она перевела молодого художника Валентина Серова из ранга подающих надежд и перспективных в состоявшиеся мастера. Есть несколько нюансов. Во-первых, на картине изображена не одна девочка, а два человека. Второй это деревянный солдатик за ее плечом, которого купили Мамонтовы в Сергиевом Посаде, как деревянную игрушку. А раскрасил его все тот же Валентин Серов. Девочка, которая изображена на портрете, это дочь Мамонтовых Верочка. Верочка была очень подвижным ребенком, поэтому заставить ее позировать была целая история. Но хитрый Серов предложил взятку. Он обещал ей конные прогулки. Но конные прогулки надо было санкционировать у ее мамы, Елизаветы Мамонтовой. Тем самым был раскрыт сюрприз, что портрет предназначался ей в подарок. Но от этого никто не пострадал. Персики, которые лежат на столе, это персики из оранжереи усадьбы Абрамцева, которые там же и выросли. Усадьба Абрамцева также славилась своими майориковыми мастерскими. Об этом говорит тарелка, которая висит на стене. Кстати говоря, этими мастерскими руководил Михаил Врубель. Хотя руководить он ими начал два года спустя, после написания портрета. Поэтому именно к этой тарелке, скорее всего, не имеет никакого отношения. Поза, в которой сидит Верочка, очень естественная. Именно благодаря ей портрет получился очень натуралистичный. Именно в такую же позу потом Серов посадит императора Николая II и сделает его портрет очень непохожим на парадный. Ну а о том, как 5 октября советуют нам провести звезды, мы вам сейчас расскажем. Овны, если прежде вы избегали нагрузок в работе, то сегодня будете искренне рады тому, что они у вас есть. Можно проявить себя во всем, что предложат реализовать. И результат такого рвения затмит былые успехи. Вот так, в общем, простыми словами выражаясь, сегодня у вас все получится. У тельцов сегодня возможен переезд или планирование ремонта. Однако обязательно позаботьтесь о здоровье. Не исключено простуда и повышение температуры. К тому же время года располагает. 5 октября близнецам главное держать себя в руках. Сегодня даже взгляд искоса с вашей стороны может вызвать бурю негодования и обиду. Без сомнений, занимайтесь финансовыми вопросами. Возможно, прибыль со стороны друга. Раки, а у вас сегодня интуиция зашкаливает. И именно она поможет решить сегодня сложные жизненные ситуации. Обратите внимание на то, что вам приснилось. Львы, если что-то в работе покажется вам сложным, то нужно смело обратиться к руководству. Здесь стеснения неуместны. Вопрос касается вашей дальнейшей карьеры. Девы, вы по жизни находчивы и реалистичны. Вот сегодня вам помогут эти качества в рабочей сфере. Никаких иллюзий, только точные расчеты и активные действия. И ждите похвалу от начальства, а также премию. А вот ее размер определяйте сами. У весов сегодня будет неважное самочувствие, да и настроение на нуле. Возможно, это осенняя погода влияет. Хотя не исключены и другие неприятные моменты. Главное, не поддавайтесь на действия и слова других людей. Придерживайтесь своего мнения. Скорпионы, ну а если вы сегодня проснетесь пораньше, а собственно говоря, если вы нас видите, значит вы уже, скорпионы, проснулись пораньше, то все запланированные дела приведут к успеху. Только не будьте чересчур критичны к себе. Ошибки возможны. Да, сама критика, это, конечно, у скорпионов есть такое. Это ваше все, да. Стрельцы, этот день создан для семейного отдыха и уюта. Если вы в отпуске, то никуда ездить не стоит. Вы прекрасно проведете время с теми, кто вас любит и ценит. Сегодняшний день для козерогов будет во всех смыслах перспективным. Новые интересные проекты ждут в разных сферах. Важно, чтобы в душе в этот день была гармония. Это благоприятно повлияет на отношения с близкими людьми. В Адалее, если вы планировали путешествие, то оно сложится великолепно. Но маршрут выбирайте такой, чтобы эмоциональных нагрузок было поменьше. А вот рыбы сегодня, возможно, будут пребывать в хмуром настроении. Причины на то будут, но не такие веские, как вы себе придумали. Есть повод для праздника, значит, организуйте его и забудьте обо всех проблемах. Вот так незаметно пролетел час нашей программы. Надеюсь, что сегодняшний день сложится для вас удачно. Я надеюсь, что мы с Полиной, ну, мы, по крайней мере, сделали все для этого. Зарядили вас хорошим настроением, бодрым духом, позитивным настроем. Так что вперед в этот день, в 5 октября 2022 года. Ну и до завтра. Да, хорошего вам продуктивного рабочего дня. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова